Искусственный интеллект был предметом интенсивной шумихи в СМИ. Машина обучения, глубокое обучение и искусственный интеллект упоминаются в бесчисленных статьях, часто не относящихся к научным публикациям в целом. Нам обещают будущее интеллектуальных чат-ботов, беспилотных автомобилей и виртуальных помощников. Будущее, которое иногда изображается в мрачном свете, а иногда как утопическое, где рабочих мест для людей будет мало, а большая часть экономической деятельности будет осуществляться роботами или искусственным интеллектом. Будущему или действующему специалисту в области машинного обучения важно уметь распознавать корректный сигнал среди всего шума, чтобы иметь возможность отличать изменяющий мир события от разрекламированных пресс-релизов. На карту поставлено наше будущее, и это будущее, в котором вам предстоит сыграть активную роль. Итак, давайте ответим на основополагающие вопросы. Чего на данный момент удалось достичь глубокого обучения, насколько это важно и куда человечество направляется дальше. И самое главное, стоит ли верить такой рекламе. Во-первых, нам нужно четко определить, о чем мы говорим, когда говорим о искусственном интеллекте. Что такое искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение? Как они относятся друг к другу? Из картинки мы можем увидеть, что глубокое обучение оказывается это подоблость машинного обучения, которая, в свою очередь, является подоблостью искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, он зародился в 1950-х годах, когда горстка первопроходцев из зарождающейся области информатики начала задаваться вопросом, можно ли заставить компьютеры думать. Вопрос, последствия которого мы изучаем до сих пор. Хотя многие, лежащие в основе идеи, зарождались в предшествующие годы и даже десятилетия, искусственный интеллект, как понятие, окончательно сформировалось как область исследований в 1956 году, когда Джон Маккарти, в то время молодой доцент кафедры математики в Дармутском колледже, организовал летний семинар по следующему предложению. Исследование должно продолжаться на основе гипотезы о том, что каждый аспект обучения или любое другое свойство интеллекта, в принципе, может быть описано настолько точно, что его можно будет смоделировать с помощью машины. Будут предприняты попытки найти, как заставить машину использовать язык, формировать абстракции и концепции, решать проблемы, которые сейчас остаются за людьми, и улучшать саму себя. Мы думаем, что можно добиться значительного прогресса в решении одной или нескольких из этих проблем, если тщательно подобранная группа ученых будет работать над ней воедино в течение лета. В конце лета семинары завершились, так и не решив полностью загадку, которую намеревалось исследовать. Тем не менее, на них присутствовало множество людей, которые впоследствии стали пионерами в этой области. И Маккарти привел в движение интеллектуальную революцию, которая продолжается и по сей день. Вкратце, искусственный интеллект можно описать как попытку автоматизировать интеллектуальные задачи, обычно выполняемые людьми. Таким образом, ИИ – это общая область, которая охватывает машинное обучение и глубокое обучение, но также включает в себя множество других подходов, которые могут вообще не включать никакое обучение. Давайте представим, что до 80-х годов прошлого столетия в большинстве учебников по искусственному интеллекту вообще не упоминалось слово «обучение». Вспомним, что ранние шахматные программы, например, включали только жестко прописанные правила, созданные программистами, и не квалифицировались как машинное обучение. Фактически, в течение довольно долгого времени большинство экспертов полагали, что искусственный интеллект человеческого уровня может быть достигнут, если программисты вручную создадут достаточно большой набор явных правил для манипулирования знаниями, хранящимися в базах данных. Этот подход известен всем как символический ИИ. Это была доминирующая парадигма в области искусственного интеллекта в период с 1950-х годов до конца 1980-х годов. И она достигла своего пика популярности во время бума экспертных систем в 1980-х годах. На слайде мы видим представление яблока с точки зрения символического ИИ. Хотя символический ИИ оказался пригодным для решения четко определенных логических задач, таких как игра в шахматы, оказалось трудно найти явные правила для решения более сложных, нечетких задач, таких как классификация изображений, распознавание речи или распознавание естественного языка. Вместо символического ИИ возник новый подход машинное обучение. ИИ. 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 ИИ.